итак всем привет меня зовут евгений и я работаю в яндексе в команде которая занимается разработкой общей библиотеки компонентов и сегодня мы собственно с говорим о том о подходе как можно вообще создавать ее кит библиотеку и прежде чем начать доклад я бы сразу хотел сказать то что все примеры с кодом и демонстрация будет связана с библиотекой react но в целом данный подход можно реализовать и в другой библиотеке и так про что мы будем говорить во первых мы поговорим на что такое ее кит зачем он нужен какие проблемы он должен решать следующим шагом мы с вами поговорим про то с какими проблемами сталкивается разработчик при использовании каких-то уже готовых его китов следующим шагом мы с вами коснемся немножко нюансов и проблем вообще в платформы нашей и далее я вам расскажу как мы постарались решить все эти проблемы в своей библиотеке и в конце покажу небольшой демо проект и так собственно зачем нам нужен я кит и какие вообще есть требования ну во первых что такое и кида это какая-то библиотека которая содержится набор компонентов для того чтобы мы могли собирать свой интерфейс и собственно первый пункт это то что мы хотим сократить время на разработку нашего конечного продукта то есть у нас есть какие-то бизнес фичи и мы не хотим отвлекаться на базовые вещи такие как кнопки input и так далее и соответственно мы хотим взять готовые и делать интерфейсы следующий пункт это унификация дизайна допустим у нас есть какая-то экосистема в рамках экосистем у нас есть несколько продуктов и мы бы хотели чтобы эти продукты выглядели одинаково а также чтобы работали одинаково для наших пользователей и собственно какие вообще есть требования к и у китам в первую очередь это конечно же необходимо реализовать гибко и 5 компонент продумать его кастомизацию работы в различных кейсах следующий пункт это обеспечить приемлемый уровень доступности сюда я также включу поддержку right left направлений потому что у нас есть интерфейсы которые на арабских языках или на иврите и там поведение немножко отличается и следующий пункт это обеспечить консистентность работы в различных браузерах и окружениях таких как десктоп точи ну и разные браузеры и соответственно несмотря на то что мы продумываем долго и пи для кастомизации мы сталкиваемся с такой реальностью то что в на сервисах огромная вариативность к примеру не так давно мы делали компонент календарь и перед тем как начать делать мы пошли и сделали исследование по всем проектам яндекса и нашли около 24 уникальных календарей и соответственно они отличаются как по функциональности так и по дизайну также есть такой компонент как дейтпикер у которого есть поле ввода где-то есть поле ввода смазка где-то есть просто кнопка для открытия этого дейтпикера и соответственно эту большую вариативность крайне сложно поддержать в рамках одного компонента ну и пример слайдер мы делали тоже слайдер и там очень очень много всяких различных сценариев и так соответственно разработчики сталкиваются с тем что большая вариативность в компонентах и они собственно окей с чем сталкиваются разработчики при использовании готовых его китов во первых это то что невозможно выразить дизайн продукта на то есть разработчики берут какой-то ui kit понимает то что этот ui kit не позволяет сделать тот дизайн который есть у меня то есть нет никаких то дизайн токенов допустим или структура компонента не подходит верстки и второй пункт он более такой острый это отсутствие необходимой функциональности тут все намного сложнее потому что зачастую ее эти библиотеки не обладают каким-то и 5 для расширения или изменения поведений и в результате этого разработчики сталкиваются с тем что им приходится писать свои собственные компоненты и тут есть очень много нюансов собственно мы немножко поговорим про проблемы веба чем они сталкиваются разработчики во первых у нас нету какого-то ipi для создания компонентов там с учетом доступности то есть не мы не можем просто вызвать при помощи javascript а какой-то код который бы нам создал селект с нашей произвольной версткой и при этом работал с учетом там доступности навигации и так далее следующий пункт это у нас нет какого-то api для работы с пресс событиями то есть у нас опять же есть очень много обработчиков таких как клавиатурные поинтеры маус и тачи при этом сейчас поговорим позже но они все разные их приходится как-то унифицировать следующий пункт это у нас отсутствует api про работу с фокус менеджментом допустим частый кейс когда мы делаем какое-то модальное окно это модальное окно открывается мы бы хотели переместить фокус внутри модального окна а также его еще зациклить и после того как модальное окно закроется мы хотим вернуть его обратно вместо триггера ну или к примеру мы хотим программно менять фокус на странице допустим не так давно это было релевантно для разработки эти приложений следующий пункт заключается в том что у нас опять же нет никакого api для работы с виртуализацией мы сейчас создаем довольно сложные интерфейсы которые содержат огромное количество данных и эти данные нужно как-то оптимизировать чтобы более плавнее показывать чтобы опять же experience пользователей был хорошим и чтобы не нагружать допустим устройство наших пользователей и последний пункт это различное поведение в браузерах несмотря на то что сейчас 21 год и все браузеры активно развиваются между ними все равно существуют какие-то отличия про которые тоже нужно знать учитывать и при реализации собственно итак давайте пойдем про каким-то базовым вещам допустим хотим сделать интерактивный компонент мы знаем что этот компонент умеет ховериться и умеет нажиматься мы делаем все свойства ховер потом открываем на тачах и видим то что на тачах у нас ховер эмулируется он остается хотя вообще его при идее не должно быть да сейчас есть не различные медиа свойства которые позволяют это определить но пока не будем про это говорить ну и допустим у нас по mouse enter у на кнопке показывается tooltip мы опять же открываем на тачах и видим то что mouse enter эмулируется обратное событие mouse enter mouse leave вообще никогда не возникает следующий пункт допустим мы хотим сделать кнопку нажимаемый опять же у нас есть свойство active css мы берем это свойство active открываем на тачах и на тачах у нас есть два нюанса во первых то что интерактивные компоненты при зажатии могут выделять текст на странице я думаю многие с вами сталкиваются такой проблемой не очень приятно и второй пункт это то что когда мы нажимаем на нашу кнопку вводим палец у нас не следит данный актив не следит за за нашими жестами то есть мы можем вести палец актив останется на кнопке неприятно допустим мы хотим сделать сами ховеры и прессы при помощи уже js api и мы добавляем клавиатурные обработчики добавляем mouse обработчики потом оказывается то что нам нужно добавить еще поддержку точей мы добавляем pointer события оказывается то что pointer события не работают до последней версии ios поэтому нужно еще добавить touch события touch событий и pointer события имеют немного разный интерфейс и их нужно тоже унифицировать и в идеале конечно же нужно еще фильтровать обработчики и определяет только то что нам нужно в данный момент допустим у нас поддерживается pointer поэтому мы не добавляем mouse и тачи и соответственно мы по идее не должны еще добавлять обработчики такие какие api pointer up потому что они по умолчанию не нужны если компонент не был нажат следующая проблема заключается в различном поведении браузеров здесь я сделал пример такой небольшой он воспроизводится в последней версии сафари и в до какого-то момента воспроизводился еще и firefox но там было это исправлено суть заключается проблема заключается следующем все интерактивные компоненты на странице при клике в них не получает фокус а если интерактивный компонент получил фокус то при клике в него он возникает у него возникает блюр соответственно если мы хотим сделать какой-то select который по нажатию открывается по блюру закрывается то в сафари это поведение не будет работать при это тоже нужно помнить и учитывать следующий пункт допустим мы хотим сделать опять же доступным select мы делаем кнопку делаем выпадающий список открываем скринридер и видим то что скринридер нам читает содержимое кнопки игры то что эта кнопка все больше никакой информации про то имеет ли это кнопка какой-то выпадающий список у нас нету и вообще доступность в обе это довольно большая тема которую сложно уместить в один доклад вкратце нужно знать очень много различных нюансов про area свойства про то какие свойства должны быть как они должны быть устанавливаться в каком порядке в какой момент времени это требуется опять же немало усилий и времени итак решение проблемы какое мы нашли для себя сразу хочется сказать то что данное решение не является каким-то уникальным и в open source существует похожая концепция которая разрабатывает компания adobe у нас похожая реализация точнее похожая концепция но разная реализация и так решение заключается следующим мы хотим разработать набор и react hook мы five которые бы нам позволили выражать во первых семантику компонента допустим кнопки селлекта свеча и так далее тут я подразумеваю то что круг должен описывать какими свойствами должен должна обладать кнопка какими эре свойства должна обладать кнопок каким интерфейсом должна обладать кнопка следующий пункт заключается в том что хуке которые описывают состояние компонента это позволяет использовать какие-то сложные компоненты в различных сценариях, при этом не помещая всю логику в один компонент. Про это я поговорю попозже и покажу более подробнее. Следующий пункт заключается в том, что разработают хуки, которые позволят нам сделать интерактивное взаимодействие с нашим интерфейсом, такие как ховеры, прессы или фокусы. Итак, почему вообще хуки? Во-первых, хуки нам как бы позволяют инкапсулировать нашу вот эту императивную логику в виде декларативной обертки, то есть мы просто вызвали хук и все, у нас работает, мы больше не задумываемся про какие-то вещи. Во-вторых, хуки очень легко композировать, то есть их можно вкладывать друг в друга, их можно вызывать по очереди, с этим вообще нет никаких проблем. И также хуки очень легко тестировать, потому что, как правило, хуки принимают какие-то данные, возвращают какие-то данные и зачастую не имеют каких-то сайд-эффектов, поэтому с этим проблем не возникает. Итак, допустим, мы хотим сделать кнопку. Мы уже знаем, что кнопка должна уметь ховериться, и должна уметь нажиматься, поэтому мы берем наши два базовых хука ховер и пресс, помещаем их в хук useButton и далее уже этот useButton используем в кнопке. Идем далее. Далее мы понимаем, что нам, допустим, еще нужна нажимаемая кнопка, поэтому у нас есть для этого хук useToggle, который реализует интерфейс чейнджа и флага checked или не checked. Соответственно, мы берем этот хук, помещаем его уже в компонент toggleButton. Все. И по аналогии можно создать checkbox и switch. Эти компоненты тоже умеют тоглиться, просто обладают немного разными атрибутами для верстки. Пример чуть сложнее. У нас в FAB есть два таких компонента, как comboBox и select. Эти компоненты, зачастую эти компоненты делают в рамках одного компонента, и это не очень правильно, потому что мы смешиваем логику, и это очень сложно поддерживать. Так вот, в чем отличие этих двух компонентов? Во-первых, comboBox содержит поле ввода и выпадающий список, а select содержит кнопку и выпадающий список. Вроде бы все похоже, но отличие заключается в следующем. То, что в comboBox фокус остается внутри инпута и не уходит никуда, а в select фокус у нас перемещается внутри выпадающего списка. И как раз для того, чтобы разделить это поведение, у нас есть хуки с состояниями, которые реализуют данный сценарий. Вот примеру, допустим, с select. Все то же самое, только заменили текст input на кнопку. Окей. Рассмотрим далее то, какой интерфейс вообще возвращают хуки. Допустим, мы рассмотрим хук для нажатия. Хук для нажатия возвращает, собственно, два свойства. Это flag expressed и свойства для необходимой JSX-разметки. И тут стоит обратить внимание на то, что мы на уровне хука фильтруем тот набор обработчиков, который нужен в данный момент, в данном окружении. Допустим, либо pointer события, либо touch события, либо там mouse события, к примеру. Итак, как это используется? Мы создаем наш компонент, вызываем наш хук usepress, получаем свойства из этого хука pressprops и помещаем их на необходимую JSX-разметку. Все, больше ничего для этого не нужно делать. В результате такого подхода также получилось сделать унификацию пресс-обработчиков. Вместо тех обработчиков, которые я показал и ранее, их там более 8 штук, у нас есть теперь четыре обработчика, такие как pressstart, press, pressend и pressup. Рассмотрим хук чуть сложнее. Это кнопка. Мы уже увидели то, что кнопка внутри себя использует хук usepress, поэтому интерфейс кнопки возвращает флаг express, а также возвращается button props. И тут стоит обратить внимание на то, что мы сразу декларируем то, какими эреасвойствами может обладать кнопка. Допустим, она может обладать каким-то выпадающим списком, либо диалоговым окном. И также здесь мы говорим то, что открыт ли этот выпадающий список или диалог и с каким еще дополнительно элементом на странице связана эта кнопка. Но также у нас кнопка может быть не тегом button, а, к примеру, input или вообще ссылкой. И для таких сценариев мы еще устанавливаем дополнительные эреатрибуты и роль button. Как это выглядит? Мы создаем хук, точнее, мы создаем наш компонент, вызываем хук usebutton, получаем свойство button props, помещаем эти свойства на необходимую GSX разметку. Все. Больше для этого ничего не нужно делать. У нас теперь есть кнопка, которая умеет нажиматься, умеет ховериться и обладает общим интерфейсом для нажатия. Что было в итоге? В итоге, точнее, что было до этого? До этого был монолит. То есть у нас был такой императивный код, который описывал все обработчики, все нюансы, унифицировал там поведение в различных браузерах и сразу была верстка. И такой подход очень сложно переиспользовать между другими компонентами. Что получилось в итоге? В итоге получилась более такая декомпозированная вариант. То есть у нас есть декларативный хук, есть отдельная верстка. То есть мы можем этот хук вне зависимости от верстки переиспользовать легко. Итак, сейчас я вам покажу небольшой демо-проект и покажу, как это работает. Я здесь сделал небольшой UI-кит. Мы не будем останавливаться сегодня на стилях, а я вам покажу именно, как это работает с точки зрения кода именно JS. Здесь у меня есть немного компонентов, и давайте начнем с компонента button, собственно. Что здесь есть у нас? Для начала мы создаем сам компонент, затем мы вызываем хук. useButton. Получаем свойство buttonProps и также дополнительно вызываем хук.useHover. Это нужно для того, чтобы не зашивать всю логику в один хук, так как у нас есть кнопки, которые есть только для тачей, а на тачах ховер не всегда нужен, и лишний код приносить тоже нежелательно. Соответственно, получаем hoverProps, buttonProps и помещаем эти свойства на необходимую JS разметку. Все, больше мы ничего не сделали. Как это выглядит в коде, точнее в браузере? Во-первых, у нас есть теперь общий набор обработчиков. Допустим, мы нажимаем на кнопку, у нас возникает событие press. Уводим мышку с кнопки, у нас возникает событие press end. Точнее, возник сперва press start, потом press end. Ну и, соответственно, если мы сделаем полный цикл, то у нас вызовется press start, end, up и press. Также здесь будет информация о том, откуда был вызван данный обработчик при помощи мышки. Либо там поинтеров, либо тачей, либо, допустим, при помощи стилуса какого-то. Также стоит обратить внимание, что мы обрабатываем кейс для того, чтобы нельзя было выделить при нажатии. Когда мы нажимаем кнопку, у нас на весь документ добавляется свойство user-select none, что позволяет нам избежать ложных выделений. Идем далее. Просмотрим компонент такой, как поле ввода. Тут все на самом деле так же просто, как и с кнопкой. Мы вызываем наш hook use text field. Все тоже hook use hover. И получаем свойства для инпута. Эти свойства для инпута помещаем на необходимую JSX разметку. Все, больше ничего дополнительного не нужно делать. В браузере это выглядит следующим образом. У нас создается наш инпут. Он обладает какими-то значениями по умолчанию, такими как autocomplete off и type text. Ну и, соответственно, умеет обрабатывать onchange и value. Идем далее. Рассмотрим пока компоненты, которые не имеют демо. Такие как listbox. Это выпадающий список. Из чего он состоит? Он, собственно, состоит из контейнера и элементов этого списка. Мы вызываем наш hook use listbox. Получаем свойства listbox props и помещаем их на наш список. Далее мы описываем то, как должен выглядеть наш элемент списка. Мы вызываем hook use option. Получаем свойства для этого опшена. Получаем флаг. Сфокусирован он сейчас и выбран. Помещаем их на необходимую разметку. Все, больше ничего для этого не нужно сделать, чтобы сделать список. Сейчас покажу, как это выглядит. И рассмотрим еще один компонент, такой как pop-up. Тут на самом деле ничего сложного нет. Я больше хочу показать то, что у нас есть hook use focus trap, который позволяет захватить фокус внутри всплывающего окна и вернуть его в тот момент, когда окно было закрыто. Мы просто вызываем hook, говорим то, что активно это всплывающее окно или нет и даем ссылку на тот элемент, в котором нужно зациклить фокус. Все. Имея такие компоненты, как кнопка, input, pop-up и listbox, мы можем делать уже более сложные компоненты. Допустим, компонент select. Select. Давайте посмотрим, как он выглядит. Соответственно, как я говорил ранее, у нас есть hook с состояниями, которые внутри себя инкапсулируют логику то, как должен работать тот или иной hook. И здесь мы вызываем, собственно, наш useSelectState, получаем наше состояние и вызываем useSelect. Получаем из этого hook свойства для триггера и свойства для нашего списка. В качестве триггера мы берем нашу кнопку, которую мы описали ранее, помещаем туда просто все свойства, которые нам пришли из hook, и здесь добавляем какую-то дополнительную иконку. И берем наш pop-up и список. И просто тоже помещаем туда все свойства, которые получили из hook. Как это выглядит в браузере? Select. Да, собственно, мы фокусе... Так, давайте так. Мы, собственно, открываем наш select. У нас можно выбрать любой элемент списка. Мы выбираем, фокус возвращается внутри нашего... Фокус возвращается туда, откуда он был изначально... Точнее, как это... Фокус возвращается вместо триггера. В данном случае в кнопку. На что стоит обратить внимание? Во-первых, теперь кнопка — это не просто кнопка. Как мы видим, кнопка обладает некими area-атрибутами. В данном случае area has pop-up. То есть для скринридера мы говорим то, что эта кнопка имеет какой-то выпадающий список, и это... Выпадающий список. И также мы говорим то, что в данный момент этот список сейчас закрыт. То есть area expanded false. Если мы откроем наш список, то тут произойдет следующее. Во-первых, добавится свойство area controls. То есть мы свяжем нашу кнопку с каким-то дополнительным элементом на странице. Во-вторых, наш сам выпадающий список. Мы для... То есть мы в верстке ничего для этого дополнительного не делали, но здесь была установлена, во-первых, роль list box, а во-вторых, был проставлен top-index 0 для того, чтобы мы могли сфокусироваться внутри этого выпадающего списка. И также элементы нашего списка обладают такими свойствами, как top-index либо 0, либо минус 1, и свойствами area select для того, чтобы сказать скринридеру, выбран сейчас этот элемент или нет. Рассмотрим пример еще один, такой как combo box. Что есть у нас тут? Собственно, мы вызываем уже hook с состоянием для combo box, use combo box state, и вызываем hook просто use combo box. И делаем все то же самое, что с select. Мы создаем наш текст input, который мы описали ранее, передаем туда свойства, дополнительно добавляем еще кнопку, которую мы опять же описали ранее, передаем свойства и делаем все тот же list box. Как это выглядит в браузере? Выглядит это следующим образом. У нас появляется возможность сфокусироваться в input, допустим, что-то написать и отфильтровать выпадающий список. Соответственно, мы выбираем какой-то элемент. Все работает. Фокус работает корректно. И, допустим, когда мы нажимаем на кнопку, у нас фокус автоматически устанавливается внутри input, и открывается список. То есть мы для этого, опять же, ничего намеренно не делали. Вся эта логика инкапсулирована внутри hook. И, как я говорил ранее, у combo box и у select есть отличия. То, что select перемещает фокус внутри выпадающего списка, а combo box этого не делает. И для того, чтобы обеспечить доступность, мы проставляем необходимые area-атрибуты. Давайте рассмотрим, сперва, input. Во-первых, input — это уже не просто input. Мы подсказываем скейн-ридеру то, что он имеет какое-то автодополнение. В данном случае это список. Также мы говорим то, что это роль combo box и все те же свойства, которые area-expanded, которые нам позволяют сказать скейн-ридеру, открыт сейчас этот список или нет. И здесь есть важное отличие. Во-первых, area controls. Ой, нет. Давайте здесь посмотрим. Во-первых, нужно сказать скейн-ридеру, какой сейчас пункт выбран. Для этого у нас есть специальное свойство. Так, сейчас. У нас есть, добавляется специальное свойство, которое нам говорит, подсказывает, какой элемент списка сейчас выбран внутри. При этом мы фокус оставляем в самом input. И это одно из основных отличий между combo box и select. Следующим пунктом это то, что в данном случае listbox у нас уже не обладает возможности сфокусироваться. У него нету топ-индекса 0. И у элементов списка тоже нет топ-индекса. Рассмотрим компонент чуть посложнее. Такой, как ввод даты. Так, нет. DateField. На самом деле, ввод даты — это такая огромная тоже тема. И зачастую люди игнорируют это и делают просто обычный какой-то input с вводом. И он не всегда доступен. Мы этот кейс тоже решили. Для этого у нас, опять же, есть хук состояния useDateTimeField. И есть небольшая верстка для нашего DateTimeField. Мы вызываем хук, получаем свойства для нашего input и свойства для элементов этого input. Как это выглядит? Давайте рассмотрим. Выглядит это следующим образом. У нас есть input. Внутри уже не обычный input, а какие-то кастомные сегменты, по которым можно навигироваться, а также которые можно выделять и изменять дату. Опять же, для скринридеров мы сразу продумали сценарии. И здесь установлены необходимые роли и area-атрибуты, такие как spinButton, areaValueText и какое сейчас максимально-минимальное значение. Опять же, обладая таким компонентом, мы можем пойти дальше и сделать чуть сложнее компонент, такой как datePicker. Из чего он состоит? Состоит он следующее. Во-первых, у нас есть, опять же, хук useDatePickerState и есть хук useDatePicker, который возвращает свойства для группы и для какого-то триггера. В данном случае мы берем наш DateTimeField, добавляем туда input onChange и делаем еще дополнительно кнопку в этот input добавляем с календариком. Также мы рендерим все тот же pop-up, который мы описали до этого, и внутри кладем наш календарь, который имеет автофокус еще. Как это выглядит? Собственно, у нас все тот же DateTimeField, но теперь у нас есть возможность открыть еще pop-up с календарем. Мы нажимаем на пробел, у нас открывается календарь, мы можем выбрать необходимый день, нажать выбор, и у нас фокус вернется в то место, откуда он возник. Ну и, соответственно, у нас есть кнопка, которая тоже позволяет открыть календарь, выбрать необходимый день, и все работает. Так, окей, давайте подытожим. В заключение, что у нас получилось? Мы декомпозировали наш UI-кит на такие две большие составляющие, как дизайн и функциональность. В результате этого, во-первых, облегчилось тестирование, потому что мы можем протестировать отдельную функциональность, отдельный дизайн. Во-вторых, мы получили описанную спецификацию компонентов пока что в виде unit spec, и в следующий раз, когда мы захотим сделать какой-то компонент, допустим, на другом стеке или на каком-то другом сервисе, мы будем знать, какими свойствами он должен обладать. То есть нам не нужно ходить по веб-спецификации и искать все эти нюансы, как должен он работать, тот или иной компонент. Следующее, мы сократили дублирование кода, потому что хуки очень много позволяет переиспользовать коды, благодаря этому кодовая база чуть-чуть уменьшилась. И последний пункт — это то, что у нас появилась быстрая возможность собрать свой собственный кит, не задумываясь про какие-то нюансы и базовые вещи. То есть мы сосредоточены только на какой-то бизнес-фиче и сосредоточены на дизайне. И у нас есть такой родмап. Мы сделали, на самом деле, уже довольно много хуков. Часть хуков, которые с правой стороны, они сейчас находятся в разработке и в скором времени тоже появятся. Также у меня есть QR-код с ссылками на проект, который находится на GitHub. В данный момент он называется Web Platform и находится в стадии активной разработки. Название, возможно, поменяется. И есть наш индексовый библиотек компонентов, куда мы потихоньку начинаем внедрять этот подход, и там уже появляются какие-то компоненты с использованием этих хуков. Так, у меня, собственно, на сегодня все. Всем спасибо. Привет. Еще раз мы возвращаемся. И перед тем, как перейти к секции вопросов и ответов, я хочу напомнить, что на сайте eTalks и Andex.ru у вас есть возможность выбрать разные треки Lifestyle, Frontend, Backend, ML, Mobile или Product. А теперь к результатам опроса, который мы запустили с Сергеем перед докладом Евгения. Так, писали ли вы сами библиотеку? 7% у нас писали и больше не хотят. 10% не писали и не хотят. 25% да, писали и хотят еще. И 57% нет, но хочу. Ну, а теперь давайте перейдем к вопросам. Их тут набежало немало. Пимкин Павел Петрович спрашивает, не смущает ли повсеместное использование дата-атрибутов, как я понимаю, для привязки стилей к состояниям? Ага, я понял. В данном примере я просто использовал дата-атрибуты для того, чтобы просто показать, что мы можем… У нас есть флаги, которые обновляются при использовании хуков. Если вы используете какую-то библиотеку для построения класс-неймов, допустим, класс-нейм или CN какой-то, то в целом не нужно использовать дата-атрибуты для этого. Это просто в качестве демонстрации было сделано. Ага, значит, остановимся на том, что это демка. Да. Артем интересуется, можно ли будет где-нибудь самим посмотреть это дело? Ну, я так понимаю, речь про библиотеку. Да, собственно, как я уже сказал, да, есть гитхаб, точнее, есть ссылка на гист, где есть ссылки на гитхаб, где есть проект. Данные демо я постараюсь тоже тогда выложить. Вот, сейчас его нету, но я сегодня сделаю после доклада сразу. Окей. Ну и да, как я сказал, есть ссылка на нашу индексовую библиотеку Яндекс.UI. Там тоже есть данный подход, и он уже частично внедряется, поэтому там тоже можно найти. Коварный вопрос к тебе. Это оригинал код библиотеки или заготовка для демонстрации? Это заготовка для демонстрации, да. То есть моя цель была показать то, что создать UIKit с учетом доступности и вот этих всех нюансов веба довольно просто. То есть на данный UIKit я потратил там буквально полчаса разработки. Полчаса разработки и при этом не описывал какие-то базовые вещи, а был сосредоточен только на дизайне. Это довольно, кажется, на мой взгляд, важный пункт. Проницательные у нас зрители рассекретили тебя почти сразу. Еще вопросик. Странно не видеть мема и forward draft в UIKit. Ага, я понял. Так, ладно, на самом деле в моем демо был точно forward, forward ref, но, как я сказал, да, это больше демонстрация кода, чем какой-то реальный продакшн решения. Еще вопросик от Александра. В общем-то, нечто подобное у нас уже спрашивали, но давай доуточним еще раз. То есть эта библиотека есть в открытом доступе и можно ли ее использовать уже сейчас? Да, библиотека есть в открытом доступе. Есть ссылка на эту библиотеку. Она находится в организации BEM и называется ProStore Web Platform. Ее можно установить и уже попользоваться. И если вы там найдете какие-то баги или еще что-то, приносите фидбэк. Будем рады. А библиотека, я так понимаю, open-source-ится и можно какой-нибудь pull request заслать? Да, да, то есть все можно прислать, можно поучаствовать в обсуждениях, можно поучаствовать в каких-то решениях тех или иных проблем. Приходите, будем рады. Да, это здорово. Мы всегда за open-source. Валентин спрашивает, а React Web Platform с хохами, это закрытая либо open-source или мы продаем лицензию? Да, ну в общем, да, это уже третий вопрос, кажется, про одно и то же. Как я сказал, это open-source-ная библиотека, она доступна для всех, находится в GitHub, каждый может ее поставить. Класс. Михаил спрашивает, в комбо-боксе, селекте, есть временная зависимость вызова хоков для составляющих элементов? Так, временная зависимость? Не совсем понял вопрос. Наверное, мы попросим Михаила доуточнить вопрос и вернемся к тебе, если успеем. Евгений спрашивает, можно ли все эти советы применить к Vue? На самом деле, во Vue у меня как бы нет какой-то прям экспертизы, но я общался с людьми и рассказывал вот эту концепцию, и они мне уверяли то, что похожую реализацию можно заимплементировать и в этой библиотеке. Так что я думаю, да. Ну, то есть, там довольно простая концепция. Мы просто определяем тот набор area-свойств и тот набор обработчиков, которые должен обладать тот или иной компонент. Поэтому я думаю, так или иначе, каждая библиотека позволяет это сделать. Можно вообще даже без библиотеки это все сделать. Слушай, прикольно. Это получается прям такой метафизический концепт, на который можно наслаивать просто разные инструментарии. Да, да, да. То есть, еще важный пункт то, что вот у нас есть какие-то спецификации, которые мы сами описали, ну, именно в виде тестов, и можно на них тоже опираться для того, чтобы сделать свою реализацию. То есть, мы сразу там сказали то, что вот кнопка должна обладать такими свойствами, и эти как бы свойства никак не привязаны к реакту. Их можно сделать и на любой другой библиотеке. Звучит супер, просто супер. Андрей спрашивает. Я создал базовый кит, и теперь в каждом проекте натягиваю просто стили. Норм ли это подход? Ответь нам как эксперт. Да, подход норм, потому что как я сказал ранее, ну, собственно, да, одна из предпосылок создания вот этой библиотеки была то, что у нас очень много дизайна, и сложно в рамках одного компонента поддержать вот это все обилие дизайна. Поэтому, если дизайн не подходит, есть как раз какая-то фундаментальная базовая библиотека, которая не имеет стили, или это сделано при помощи хуков, и вы далее уже на проекте добавляете необходимые стили. В целом, я считаю, что такой подход нормальный. Ну да, в общем-то, немного автопа. Дизайнеры тоже, как правило, создают себе какие-то UI-киты, выносят стили в отдельную библиотеку, и когда нужно перепроектировать какой-то новый сервис, то мы просто меняем стили, благо сейчас фигма стала в этом отношении очень гибкой. В общем, мы тоже стараемся все это стилизовать. Так, вижу, что вопросов у нас больше нет. Большое спасибо тебе, Женя, за доклад. Было очень интересно, для меня так особенно. Да, всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok